Своё сегодняшнее выступление я так условно хочу разделить на три части. Первая часть это некие общие моменты и очень радует, что сегодня нас много. Я знаю, что порядка двухсот человек зарегистрировалось. Это говорит о том, что неподдельно растёт интерес к биологической защите, поэтому мне хочется дать какие-то, может быть, информационные, общего характера моменты. Потом я чуть хотела бы остановиться на деятельности института и рассказать, чем занимается, и если возникают вопросы, к кому вы можете обратиться, если это в пределах нашей компетенции. И третья часть моего выступления, она будет посвящена результатам оценки продуктов компании Биотехагра на зимой пшенице и на сахарной свёкле, которые были получены в 2019 году. Вот такие три основные блока моего выступления. Итак, я хотела бы сказать, что мы живём с вами в очень непростое время. Я в первую очередь говорю, мы аграрии, поскольку нам непросто ориентироваться в этой ситуации. Если взять вот эту толстющую книгу, которая является у нас настольной, да, список разрешённых продуктов, то ни много ни мало на сегодняшний момент в этом списке уже 1743 продукта. Но, к большому сожалению, это в основном продукты химического происхождения. Если говорить о биологических продуктах, то их только 58. Если это перевести в процентное соотношение, то это где-то получается порядка трёх процентов из общего количества – это биологические препараты. Из них 25 – это инсектициды, и 32 – это фунгициды, и один – родентилицид. К сожалению, Россию нельзя отнести к странам, где, ну, большие проценты идут под обработку биологическими продуктами. Здесь Европа и Северная Америка лидируют. Мы относимся к категории «прочие», и это в среднем где-то составляет 1,5-3 процента. И, тем не менее, огромное количество приоритетных областей, где должны найти применение биологические средства. Это, конечно, детское диетическое питание, это защищённый грунт, это санаторно-курортные зоны, бассейн и рек, это неблагоприятные техногенные территории, это органическое земледелие, о котором мы сейчас с вами говорим, и закон, который принят в России в 2019 году, и который вступил в силу с 1 января 2020 года, и в ряде регионов, субъектов Российской Федерации, в том числе и в Краснодарском крае, а также место биологической защиты, системах интегрированной защиты. И, тем не менее, вот цифры, которые я уже успела назвать, это говорит о том, что существует большое количество проблем, проблем, которые для биологической защиты характерны именно для России. С чем это связано? Ну, прежде всего, недостаточный ассортимент, я уже сказала, 58 продуктов из 1743. Малый объём использования, всего лишь 1,5-3%. Это недостаточное количество производителей биологических следствующих растений. И компания «Биотехагра» – это один из лидеров, но таких компаний, к сожалению, значительно меньше, чем потребность. Отсутствие широкой государственной поддержки биологической защиты, слабая информационная подготовленность сельхозтоваропроизводителей. Поэтому такого рода мероприятия, как сегодня, они крайне актуальны, они необходимы. Ну и, конечно, отсутствие надлежащего контроля качества и эффективности биологических следствующих растений. Об этом я буду говорить чуть позже. Но, тем не менее, при всей, так сказать, некой неутешительности мы можем говорить и о небольшой, но, тем не менее, положительной динамике, положительной динамике увеличения рынка микробиологических средств защиты растений. Вот на этом слайде очень интересная информация, которую подготовил институт совместно с Россельхозцентрами Юга России в части объёма в применении средств защиты растений. Правда, эта информация, она относится к ценозу пшеницы. Вот посмотрите, если, допустим, взять Краснодарский край, то у нас, вы знаете, объёмы или площади озимой пшеницы, они в пределах двух с половиной, практически вся площадь накрывается химическими средствами, биологические в среднем где-то порядка 240 тысяч. То есть, если это в процентах, то это 11% от общего количества применяемых средств защиты растений. В Ростовской области меньше 5%, в Ставропольском крае в пределах 7%. Очень мало. Для наших высокоразвитых регионов, я считаю, что это цифры очень низкие. Вообще, вот складывается некая ситуация противоречия. Мы делаем всё для того, чтобы стабилизировать фитосанитарную ситуацию, а она из года в год ухудшается. Ну, кажется, почему? Мы же не сидим сложа руки, мы всё время что-то делаем. Мы применяем все или иные средства, мы внедряем новые сорта, технологии и так далее. Проблема существует, и я могу сказать, что если это всё перевести в тоннажи, то ежегодный недобор урожая – это где-то в пределах 200 миллионов тонн. Я уже не говорю о таких экологических проблемах, как загрязнение урожая остаточными количествами, загрязнение урожая микотоксинов, снижение супрессивности почвы и так далее, и так далее. То есть получается, что человек сам, невольно, делая якобы лучше, он в конечном итоге, вот мы выходим на вот такие отрицательные моменты. Плюс, к тому же, и уже в этой аудитории сегодня это прозвучало, очень серьёзная проблема – проблема резистентности. Чем интенсивнее мы применяем средства защиты растений химические, тем эта проблема более актуализируется, и её зачастую мы принимаем за издержки организационного характера, а на самом деле это снижение эффективности продуктов за счёт интенсивного применения химических средств. Институт биологической защиты растений, а с этого года мы превращаемся в государственный центр биологической защиты растений, мы укрупняемся, и это даёт все основания думать о том, что это направление интегрированной защиты получит дальнейшее развитие. Мы делаем всё возможное от нас для того, чтобы этот метод получил своё достойное распространение в России, ну и в частности на юге. Здесь наши направления работ, начиная от мониторинга и заканчивая разработкой и внедрением технологий защиты. Я очень быстро сейчас пройдусь по тем направлениям, которые ведутся в нашем институте, для того, чтобы вы понимали, чем занимаемся мы. Если вас это интересует, вы можете к нам обращаться. Итак, мониторинг. Мониторинг, начиная от того классического, а это основа, да, для принятия решения, и заканчивая с привлечением современных дистанционных методов, методов, это сейчас серьёзные разработки ведутся в институте, плюс в том, что мы в этих работах используем своё оригинальное оборудование и методы, которые разработаны именно только у нас, и они позволяют нам диагностировать то или иное, допустим, заболевание ещё до видимых признаков его проявления. У нас, прежде всего, проводятся фундаментальные исследования, которые по конечном итоге выходят на прикладные и потом уже на внедренческие. У нас имеется большая государственная коллекция штаммов микроорганизмов, которые являются основой для разработки будущих биопрепаратов. У нас имеется коллекция биоагентов, хищные клопы, которые хищные, как цинелиды, паразитические, перепончатокрылые, которые являются вредителями вредных организмов и которые при выпуске в цинозы, ну, с такой оговоркой, естественно, при не очень высоком их развитии они способны с высокой эффективностью подавлять. Здесь перечень биоагентов и объекта биологического контроля. У нас в институте сейчас ведется наработка опытных образцов биопрепаратов. Хочу сказать, что еще нет пока у нас собственных биопрепаратов. Мы с этого года начинаем регистрацию, но, тем не менее, в скором будущем они появятся, а пока в своих рекомендациях мы опираемся на те надежные продукты, ну, типа продуктов компании «Биотехагра». Одним из направлений наших работ являются работы, связанные с созданием экологически малоопасных средств защиты растения на основе веществ биогенного происхождения и, в частности, на основе феромонов. И целый список, порядка двух десятков феромонов, мы синтезируем и предлагаем производству. У нас крупный блок работ, связанный с генетической защитой. Крайне недостаточно знать, какой сорт устойчивый, среднеустойчивый. Важна генетика, то есть мы, характеризуя сорт и зная структуру популяции, мы можем рекомендовать именно генетически защищенный устойчивый сорт. И в конечном итоге мы выходим на создание и внедрение технологий биологической защиты той или иной сельско-казайственной культуры. Такие системы защиты у нас разработаны применительно к пшенице, к овощным культурам, к сое, к кукурузе и к другим культурам. Это такие сложные системы, но тем не менее они в настоящее время широко апробированы и апробируются, и не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России и показывают очень приличную эффективность. И здесь буквально несколько слов я хотела сказать, здесь уже звучало, о совместимости. Наш такой крупный и, на мой взгляд, очень выигрышный блок работ, связанный с изучением совместимости пестицидовых томофагов, биопрепаратов с пестицидами и агрохимикатами. Хочу сказать, что не вся химия хорошо сочетается с биопрепаратами. Поэтому, когда вы хотите этот прием у себя применить, вы должны быть твердо уверены в том, что это действительно продукты совместимы, потому что вы можете получить отрицательный результат. Галина Владимировна, можно попросить вас остановиться больше на результатах применения? Я перехожу. У вас 5 минут. И оценка... Я уложусь. Спасибо. И оценка качества биологических средств, вот это вот то, что я последнее хотела сказать именно в части работы своего НИИ, поскольку, вы знаете, через наши руки проходит большое количество продуктов, и мы с ужасом смотрим на то, что есть продукты, где даже нет этого объекта. То есть вы понимаете, и получается, что продукт произведен неизвестно где. Поэтому, стоя здесь на этой трибуне, я хочу вам сказать со всей ответственностью, покупайте у надежного производителя, потому что очень много фальсифицированной продукции. Поскольку мы активно контактируем, в том числе, и с компаниями-производителем биологических средств, защищных и растений, я останавливаюсь на тех результатах, которые были получены на двух культурах в этом году, изучая продукты компании Биотехагра. Азимая пшеница. И для этого выступления я взяла результаты, которые были нами получены в рамках проводимого дня биополя, когда мы сравнивали несколько систем биологической защиты, которые были предложены институтом, а также крупными компаниями-производителями биологических средств защиты растений, в том числе и компанией Биотехагра. Здесь представлена схема, она достаточно сложа в части компоновки, но там были все этапы, начиная от внесения в почву, протравливания и обработка по вегетации в разные фазы, в том числе и ранние весенние. Это были продукты и технологии, естественно, продукты, и исключительно компания Биотехагра. Я не стала приводить сюда все то многообразие данных, которые мы получили. Я взяла только данные по технологии компании Биотехагра, контроль без обработки. Ну и я думаю, что было очень логично сравнить с химическим стандартом. Я взяла технологию компании Август. И я сейчас очень быстро пройдусь по тем результатам, которые мы получили. Мы проводили это санитарное наблюдение, начиная от начала и до конца вегетации. Вот посмотрите по показателю высота, биометрические показатели, высота, длина корня растения мшеницы. Вот это данные для варианта с технологией компании Биотехагра. Вы видите, они либо выше, либо не уступают химическому стандарту. По густоте стояния растения. Вот показатели для технологии компании Биотехагра. Вот химический стандарт. Вы видите, что эти показатели выше. Корневые гнили. Здесь уже Сергей Борисович говорил о том, что высокая эффективность. И я подтверждаю, что действительно на очень высоком фоне. А у нас распространение корневых гнили и фузариозной этиологии было 100%, в развитии 82%. Это эпифитативная ситуация сложилась. И вот в этих условиях биологическая эффективность от применения продуктов компании Биотехагра составила 54,5%. То есть практически химическая 56%. То есть это на уровне хороших жестких химических продуктов. Действительно эффективность имеет место быть очень-очень значительная. Теперь эффективность данной технологии против основных заболеваний азимой пшеницы. Хочу сказать, что фон был значительный. И мы практически на растениях пшеницы наблюдали весь наш джентльменский набор. Тех фитопатогенов, тех возбудителей, которые вообще присущи данной культуре. То есть мы видели различные виды ржавчин. А именно желтая и бурая ржавчина. И процент был достаточно высок, особенно по бурой ржавчине. До 70% эпифитативное развитие. Различные виды птнистостей. И септериоз, и пиренофороз, мучнистая роса. Вот в этих непростых условиях, а я хочу сделать акцент на том, что Биотехагра это единственная компания, которая исключительно в свою технологию включила биологические фунгициды. Там сложилась ситуация, когда у компании был выбор, может быть, подключить химический, как-то перестраховаться. Это единственная компания, которая приняла решение работать только своими биологическими фунгицидами. И в результате был очень-очень хороший эффект. Вот здесь биологическая эффективность по компании Биотехагра. Вы видите по компании Агуст. Даже по желтой петнистости этот патоген очень широко распространен, предоносен. Вы видите, что применение от биологического препарата эффект был даже выше. И чем все это завершается? Это хозяйственная эффективность. Посмотрите, пожалуйста, на урожайность. Вот урожайность, которая была получена в результате применения технологии компании Биотехагра, вот компании химической. Да, по химической цифра была выше, но если взять экономическую составляющую, что немаловажно, посмотрите, стоимость биологической защиты, вот она 2117, и стоимость химической защиты. То есть практически в 5 раз химическая защита была, по стоимости она была выше. Теперь по качеству зерна тоже интересный момент. Здесь где-то, ну, чуть ниже химической защиты, но близка была к этому. Я хочу сказать, я хочу сказать, что те цифры, о которых я сейчас вам здесь говорю, это цифры, которые наблюдали несколько десятков глаз. Потому что, во-первых, все участники приезжали регулярно, мониторинг был регулярен, потому что, поэтому за каждую эту цифру я отвечаю, это все цифры, которые были получены реально. И очень быстро по эксперименту, который был проведен в 2019 году, ну, на другой культуре, на культуре сахарная свекла и относительно такого эпифитатина опасного, очень актуального патогена, как циркоспороз. Хочу сказать, что в 2019 году, ну, во всяком случае, на наших участках сложилась такая ситуация, что фон был эпифитатином. Тоже 73% мы имели, ну, вот максимальную цифру развития данного заболевания. Эта схема, она достаточно тоже сложна по начинке, но я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на первый и на пятый вариант. Это исключительно биологическая защита, которая с первой химической обработкой был БСК, потом пошел БФТИМ. Здесь просто три обработки БФТИМом по первым признакам, и потом вторая, третья с интервалом две недели. И пятая здесь четыре было. Вторая, третья и четвертая речь шла об интегрированной защите. То есть мы еще к биологическим продуктам подключали химический фунгицид Альто-Супер. И посмотрите на те результаты, которые были получены. Биологическая эффективность. Вот он, первый вариант, 59%. Шестой вариант, это химический стандарт. Была чистая химическая защита, 67%. Пятый вариант, тоже чистая биология, 63%. Я сказала, что фон был очень значительный, 73%. Вот посмотрите на хозяйственную эффективность. Прибавка, прибавка на чисто биологических вариантов 92% и 25%. 45% — это химия. То есть, в общем-то, это близко. Если присчитать еще на экономику, то это тоже где-то получается в 5-7 раз дешевле. Коллеги, у меня все. В заключении хочу сказать, что в 2020 году мы также планируем проведение нашего мероприятия «День геополя-2020». 2020 — это конец мая, и мы будем вас приглашать и приглашаем уже сейчас. И в сентябре с 21 по 24 у нас будет международная конференция по биологической защите. Всегда очень масштабные, интересные мероприятия, и мы вас приглашаем. Если у кого-то возникнут вопросы сейчас или потом, просьба записать телефоны, мы готовы для сотрудничества и будем рады идти вместе с вами вместе в решение наших проблем. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы к Галине Владимировне есть? Нет? Очень интересные данные, очень сравнительный анализ, очень любопытный. Спасибо. Мы двигаемся дальше. Спасибо.